Что арабы обнаружили в тайнике в стене Каабы? Когда жители Мекки задумались над реконструкцией Каабы, пророку Мухаммаду, саляллаху ассалям, было 35 лет. Мекканцы придавали этому дому Господа огромное значение, однако опасались прикасаться к святыне из-за возможного наказания свыше. На тот момент стены Каабы имели высоту в человеческий рост и были сложены из камней, не скрепленных каких-либо раствором. Курайшиты намеревались приподнять стены и установить крышу. На такой шаг их попудила кража, совершенная в Каабе. Некая группа людей украла драгоценности святыне, которые находились у колодца внутри Каабы. В тот период к берегам джиды были выброшены останьки корабля, принадлежавшие римскому торговцу. Мекканцы решили пустить доски судна на строительство крыши Каабы. В Мекке жил плотник из коптов, который выбрал и обработал наибольшую прикотную для этого древесину. Однако приблизиться к стенам Каабы людям мешала змея, которая жила у колодца, питалась ежедневными подношениями людей и грелась на стенах Каабы. Кто бы ни приближался к стенам святыни, змея тут же поднимала голову и щепела, разинула свою пасть. Но однажды, когда змея, как обычно, лежала на стене, по воле Аллаха прилетела птица, схватила и унесла ее. Тогда Курайшиты сказали, «Мы надеемся, что Господь согласен с тем, что мы задумали. У нас есть хороший мастер, есть древесина, а также Бог избавил нас от этой змеи». Когда Мекканцы пришли к единому мнению, чтобы разобрать Каабу и заново отстроить, Абу Вахб бин Амар бин Азиз бин Абд бин Имран бин Махзум встал и сказал, «О община Курайшатов, вы расходуете на строительство только дозволенные средства. Не используйте средства, полученные запретным путем». Автор книги пишет, что эти слова Абу Вахб произнес после одного случая, когда он вытащил камень из Каабы. Но тот выскользнул из его рук и вернулся на прежнее место. Абу Вахб был родственником пророка Мухаммада, саляллаху ассалям, и дядей его отца, Абдуллы бин Абдуль Муталиба. Затем Курейшида распределили стены и святыни между родами. Так, стена, где расположена дверь Каабы, досталась роду Абдуль Манаффа и Зухрад. Стена между Черным Камнем и Йеменским углом, роду Бану Махзум. А стена, где расположены Хиджра Исмаиля, досталась роду Бану Абдар, Бен Кусаю, Бану Асад и Бану Ади. Однако все равно, люди боялись приступать к разрешению стен. И тогда Валид Ибн Мухира взял мотыгу, поднялся на стену сятыни и начал разбирать ее. Говоря, «О мой Господь! Мы не свернули с твоего пути! О мой Господь! Поистине, мы не желаем ничего, кроме добра!» Курейшида, разобрав Каабу частично, лишь стену между двух ее углов, остановились, сказав, «Мы будем наблюдать. Если беда постигнет нас, то мы прекратим, и восстановим разобранное. А если же нет, то значит Господь доволен нашими действиями, и мы продолжим начатое». На следующий день они продолжили разбор стен вместе с Валидом. Так они дошли до фундамента, который был заложен самим пророком Ибрагимом, алейсалям. Один из курейшитов продолжил разбирать его, забив железный брус, чтобы расшатать и вытащить камень из складки. Когда же он начал шевелить его, земля Меккия затряслась, и люди воздержались от разбора фундамента. Ибн Исхак повествует, что когда курейшиты разбирали Каабу, то нашли в ее стене записи на сирийском языке. Их никто не сумел прочесть, кроме одного иудея. Вот их содержание. «Я, Господь, обладатель Баки. Так называлась Мека. Я ее создал в тот день, когда создал небеса и земли. Я сотворил солнце и луну. Я окружил ее, Мекку, семью истинно верующими государствами. И не перестань Мека существовать, пока не перестанут существовать эти две Мекканские горы. Благословен народ Мекки в воде и в молоке». Далее Ибн Исхак сообщает. Также они нашли записи Маками и Брахами, которые содержали следующее. «Мека — это дом Аллаха. Ее удел будет протекать с трех сторон». Из книги Ибн Хишама «Ассират Уннабавия». Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, поделиться, оставить комментарий и нажать на колокольчик.